Эта женщина не хочет показывать лица, но она решила рассказать свою историю и предостеречь других нижнекамцев. Накануне ей позвонили в приложение WhatsApp, якобы из банка, и сообщили, что её счёт атакуют злоумышленники. А чтобы обезопасить сбережения, их нужно перевести на другой счёт. В общем-то, что меня смутило, они всю информацию знают, где у меня деньги и какие вклады, и с точностью даже до копеек. Там был у меня накопительный вклад, там какой-то ещё пенсионный, ещё какой-то. В общем, они всё назвали, и я удивился, откуда это всё известно. По указке звонивших, женщина скачала некое приложение. Позже выяснилось, что это был удалённый доступ. По нему мошенники и залезли в гаджет пенсионерки, и успели перевести себе 140 тысяч. Я говорю, ну, я лучше, говорю, к вам приду в офис, и мы с глазу на глаз поговорим. А по телефону, я говорю, я не понимаю вас. Она говорит, я сейчас передам трубку человеку, который очень хорошо владеет этим телефоном, и вам он всё подскажет, где что. Далее банк посчитал перевод подозрительным и сам заблокировал карты женщины. Пенсионерка обратилась в полицию. Если вам позвонил незнакомый номер, и даже если позвонил номер банка, не надо с ними беседовать, тем более у вас не было причин для того, чтобы с ними беседовать. Никакие денежные средства вы перевести без своего участия не можете, и банк тоже. Только ваше непосредственное участие обеспечивает перевод денежных средств. Не нужно подключать никакие приложения, ни по каким указаниям. Нужно обязательно следовать советам сотрудников органов внутренних дел. Лучше всего вообще не отвечать, если вам звонят в мессенджерах или с неизвестного номера. Даже если вас обещают защитить от аферистов, просят что-то скачать, кладите трубку. Это и есть мошенники. Светлана Шумкова, Марсиль Джураев, Новости НТР.